Вы знаете, ну, я считаю, что идея Олимпийских игр, она еще много переживет кого, хотя, конечно, она превратилась постепенно во соревнования фармацевтических гигантов, в которых Россия является фармацевтическим таким карликом средних размеров. А фармацевтические гиганты – это США, Китай, Великобритания, Канада, Австралия и Германия. Вот они и выигрывают Олимпийские игры и другие чемпионаты. Вот последние расследования показали о том, что внутри Олимпийского движения сформировалась мощная криминальная команда, которая включает в себя руководство американского, британского и, видимо, австралийского спорта и канадского, то есть англосфера, которые подчинили себе за счет денег руководство Всемирной Атиндобинговой Ассоциации, а также ряд структур других, типа судов каких-то спортивных и Паралимпийский комитет, тоже они, кстати сказать, подчинили себе. И с помощью этого коррупции установили свою диктатуру политическую и обеспечили так, что американцы, британцы, австралийцы и канадцы могут принимать допинг практически легально. Вот то, что мы слышали, что якобы все, чуть не каждый второй и олимпийский чемпион от США и Великобритании, это болен тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе астмой, все это, конечно, полное вранье. Ничем они не больны, просто они фальсифицируют рецепты для того, и одновременно коррумпируют тех, кто должен признавать, что эти рецепты являются легальными, и через это создали систему, через которую воруют олимпийские медали. Поэтому нынешняя, конечно, бразильская олимпиада – это просто полный скандал. Мы видим о том, что США и Великобритания, их структуры украли огромное количество олимпийских медалей. Мы не можем посчитать, сколько, но пока мы не посчитали, мы так для себя считаем, что украдены все. Я много уже говорил, Вильямс – это не сестры, а братья. Это реальные мужики, которые почему-то зарегистрированы как женщины. Значит, кроме того, вот этот спортсмен там какой-то, пловец, Фелпс, что ли, его, так сказать, зовут, якобы там 20-30 олимпийских медалей, я уверен, что это наркоман. Я уверен, что рано или поздно выяснится, что он принимал самые разные типы допинга для того, чтобы завоевывать вот эти вот многочисленные награды. И таким образом, американская, американская диктатура в олимпийском движении, она, кстати, неполная, поскольку вот пытаются сопротивляться ей, в частности, Бах, и он не позволил со стороны всех российских спортсменов, она привела к очень серьезной дискретации олимпийского движения. По какому пути пойдет дальше олимпийское движение, сказать не могу точно. Наиболее вероятно, он пойдет по пути все-таки прежнему, когда будут делать вид, что дупинг ищут, а на самом деле не ищут. Но будем надеяться, что такое нагло хамство, которое у нас правительство США и Великобритании предлагают, что они могут остранять великую спортивную державу типа России, а всех своих спортсменов, так сказать, легально позволить им выигрывать за счет допинга, я надеюсь, что все-таки такая система будет в какой-то мере преодолена. Поэтому мы стоим на пороге восстания международного олимпийского движения против наглой диктатуры англосферы. То есть, США, Британии, Канады и Австралии. И хотел бы обратиться к нашим коллегам из США и Великобритании, прежде всего, о поставке на место, пожалуйста, своих коррумпированных чиновников. Я уверен, что подавляющее большинство американцев просто стыдно, что вороватые чиновники воруют для их спортсменов олимпийские награды. Я уверен, что очень многие американские спортсмены могли бы честно выиграть олимпийские награды. Насколько я понимаю, им не дают их честно выигрывать, а заставляют сидеть на допинге.